Добро пожаловать на пересадочную станцию и сегодня мы отправимся в необычный мир необычного попаданца. Проклятый цензурой! Однажды моя жизнь круто изменилась. Точнее сначала она прекратилась, а потом уже изменилась. За свои прожитые 25 лет я вдоволь успел познать и насладиться чуть ли не всеми известными смертными грехами. Будучи долгожданным первенцем в семье богатых купцов, я буквально стал баловнем судьбы. Никто ни разу даже и не помышлял отказать мне в каком-либо капризе. Жрал не в себя, трахал все, что двигалось или уже не двигалось, никогда не упускал шанса от души пораскидывать деньгами с целью потешить чувство собственного величия и превосходства над остальными, коим богиня удачи при рождении не запихнула в рот золотую ложку. Увы, мою праздную жизнь в один миг оборвала ударная доза низкокачественного наркотика, занюханного с обнаженного плоского животика одной сексапильной блондинки в элитном борделе. Никогда не верил в бога и тому подобную хрень, поэтому чхал на всевозможные моральные устои, ловко перепрыгивая через грани дозволенного. Но вот незадача. Как оказалось, я круто ошибался на этот счет. «Стою я, значит, на белом пушистом облаке у золотых небесных врат, в чем мать родила. А вокруг меня кружат пернатые ангелы с пергаментами, и хором зачитывают вслух все мои прижизненные подвиги. Стоявшая у врат светловолосая девица с нимбом над головой все это время презрительно сверлила меня своим пронзающим до глубины души взглядом. Что ж, видимо, в отделе логистики опять произошел какой-то сбой, и к нам по ошибке прислали вот это вот недоразумение. Увы, я не могу тебя ни принять в небесную обитель, ни низвергнуть в недра, где тебе, как мне думается, самое место. Но кое-что все же можно предпринять. «Властью, данной мне Богом, я отправляю тебя в иной мир и проклинаю антигрешным благословением 12+, дабы ты привносил в него добро и цензуру до конца дней своих. Изиди...» «По-по-постойте, может, как-нибудь договоримся?» Спустя лишь миг, ушедший на закрытие и открытие век, я обнаружил себя в теле подростка лет 12. Голый маленький ребенок, один посреди дремучего леса. Не самое многообещающее начало для новой жизни. Поскольку меня закинуло в совершенно непривычное для меня тело, то, само собой, возникла небольшая гендерная интрига. Первым делом я, скрипя сердцем и зубами, таки решил установить свой нынешний пол. Зажмурив глаза и сжав на удачу свои маленькие кулачки, я опустил вниз голову, а затем медленно приоткрыл веки, нацелив взгляд на область своего паха. В этот самый момент перед глазами засияли яркие магические круги, а в голове отчетливо прозвучал отдающий явно ненатуралистичностью голос. «12+, зафиксирован непристойный контент. Магия ценза активирована». Как по взмаху волшебной палочки, на мое тело будто из ниоткуда появилась одежда. Полный комплект унисекс-экипировки а-ля фэнтезийный приключенец неопределенного пола. Миссия была с треском провалена, но я не собирался просто так сдаваться. «Что нельзя увидеть глазами, можно нащупать руками». «12+, зафиксирована непристойная деятельность эротическим подтекстом. Магия ценза активирована». Не успел я поднести ладонь к своей промежности, как вновь перед глазами закружили чертовы магические круги. Словно какими-то невидимыми путами они намертво сковали мою руку, так и не дав прикоснуться к столь сильно гложащей меня тайне собственного тела. Какой отстой! Но кажется, теперь я понял, о каком благословении трындела та дамочка. Отстой не суперсилы и не придумать. После пары часов бесполезного блуждания по лесной чаще, в поисках выхода какой-либо цивилизации начало смеркаться. Одновременно со спустившейся на землю кромешной тьмой, окружающее пространство постепенно заполнили чертовски пугающие звуки, судя по всему, вышедших на свою охоту ночных хищников. Бл***ь, что может быть лучше, чем быть заживо сожранным в этом с***е лесу? А это еще что за... Бл***ь, что за нах***ь? Ёбушки-воробушки! Судя по всему, магия цензы также несет с собой и пассивное воздействие на произносимые мой бранные слова. Это реально какой-то 12+. Чем больше об этом задумываешься, тем бесперспективнее мне начинает казаться мое дальнейшее тут существование. Хотя кто сказал, что это продлится слишком долго? Мне завещали нести цензуру до конца дней своих, а судя по приближающимся звукам, конец уже довольно близок. Ди***я богиня или кто ты там, отправила на верную смерть меня сюда? 12+, зафиксированы пугающие детей обстоятельства, магия ценза активирована. Вновь перед глазами начали вращаться сложные светящиеся магические структуры, а в то же время в моей руке из потока света материализовался... Деревянный, мать его, меч? Серьезно? Это что, б***ь, шутка такая? Только успел я высказать свое негодование, прямо из моего тела на 360 градусов по округе пробежалась ударная световая волна. Все видимое мной пространство моментально преобразилось до неузнаваемости. Непроглядная тьма сменилась неким подобием светлой полярной ночи, а хищные рычащие звуки вытеснили трели сверчков и пение птичек. Так, это уже похоже на какой-то отдающий безумием чит. Может, не так уж все и плохо, как я думал. Сим Салабим, а чего-нибудь пожрать ребенку можно накастовать? Хм, видать, все же это работает несколько иначе. Ладно, проехали. Хоть тут и стало несколько уютней, нужно выбираться из этого леса по-добру и по-здорову. Осмотревшись по сторонам, мне в глаза бросилась до боли подозрительная тропа, усеянная красочными цветами по обоим своим бортикам, словно кричащая «Всюда! За мной! Вперде!» Смирившись с тем, что окружение загадочным образом буквально подстраивается под мое так называемое благословение, я уверенным шагом ступил на нее и продолжил свое бренное шествие по этому новому миру. Через полтора часа я вышел к окраине небольшого поселения. Деревянные постройки и общий средневековый антураж указывали на то, что меня определенно занесло в какое-то фэнтези. Поправочка. Стремная детская фэнтези с цензурой. Никаких распутных кошкодевочек, робких эльфиек и сисястых аматюристок мне, я полагаю, не светит. Нет, ну не может же быть все так плохо. Я не сдамся. Три ч**а на мне в рот и якорь в ж**у, если так и помру тут девственникам. Несмотря на так и не раскрытую мной гендерную интригу, я определенно ощущал и ассоциировал себя с мужчиной. Не, ну а как иначе-то? Нужно попытаться выйти на контакт с местными, да как следует разведать обстановку. И общее положение вещей в мире куда меня занесло. Так, сначала легенда. Я потерявшийся маленький мальчик, меня похитили бандиты, трогали в нехороших местах, но под покровом ночи я дал дёру и вот, прошу любить и жаловать. Вроде неплохо, если не вдаваться в подробности, то вполне сойдёт. Идя по пустым улочкам, я искал глазами на зданиях какую-нибудь вывеску, которая могла бы означать «гостиницу» или «харчевню» или любое другое заведение, работающее в ночное время. Вдруг в одном из проулков я краем глаза заметил молодую девушку весьма миловидной внешности. Мы встретились глазами, и она одарила меня своей очаровательной улыбкой. Недолго думая, я подошёл к ней. Автоперевод активирован. Ох, и как такая малышка оказалась посреди ночи одна на улице? Ты заблудилась, девочка? Как тебя зовут? И вовсе я не девочка. Уж очень на это надеюсь. Ганс. Меня зовут Ганс. И да, меня похитили плохие люди, а потом я сбежал от них, а они делали со мной. Не успел я договорить, как девушка сделала шаг навстречу ко мне и заключила свои нежные объятия. Бедняжка, ты совсем один? А где же твои мама и папа? Ну, этого я не знаю. Как, собственно, и не знаю, куда это меня вынесла лесная тропа. Не подскажете, что это за место такое? Где я оказался? Девушка ещё сильнее прижалась ко мне и начала успокаивающе поглаживать по волосам. «Бедное несчастное дитя. Нет, я не могу так этого оставить. Слоняться одному по улицам в такое время. Ты ведь знаешь, что деткам небезопасно оставаться без присмотра. Пойдём. Для начала я отведу тебя к себе и как следует накормлю. Там и поговорим». Она вновь одарила меня своей чистой невинной улыбкой и взяла за руку, маня за собой. «Пожалуй, это был лучший из возможных исходов для конца этого долгого дня. Поэтому я с нескрываемой радостью на лице пошёл вслед за ней». Девушка привела меня в свою скромную обитель, которая оказалась небольшая деревянная лачуга на окраине поселения. Не успели мы пересечь порог, как она сразу же усадила меня за стол и поставила на плиту железный чайник с водой. «Ну, малыш, ты ведь хотел что-то узнать. Постараюсь ответить на все интересующие тебя вопросики». «Да, в общем, нехорошие люди, они делали со мной плохие вещи. Настолько плохие, что из-за этого я потерял львиную долю своей памяти. Стресс, шок, ну вы понимаете». Девушка достала из кухонной тумбочки чашку, насыпала в неё каких-то трав и ягод, залила кипятком и поставила передо мной на стол. Затем она с полным состраданием взглядом вновь погладила меня по голове. Давно я не чувствовал такого тепла и заботы, исходящих от чистого сердца. Раньше со мной могли общаться подобным образом, только из-за факта постоянного наличия в моих карманах круглых сумм денег. «Спасибо, мисс. Вы очень добры ко мне». «Не стоит, малыш. Пей чай. Он согреет твою душу и прогонит прочь все печали. Значит, совсем ничего не помнишь и не знаешь, где оказался?» Я помотал со стороны в сторону головой, а затем последовал совету красавицы и сделал несколько глубоких глотков. Оставив опустошённый стакан в сторону, я принял позу поудобнее, чтобы выслушать её ответы на мои вопросы. «Что ж, с чего бы мне начать? В данный момент ты находишься в деревне Содома, что скрыто от посторонних глаз в глубинах запретного леса, на границе между Империей людей и Эльфийской республикой». «Так, запретно и скрыто. Это уже звоночек». «Ах да, я ведь так и не представилась. Ну что за манеры, прости. Просто нечасто приходится нам, суккубам, принимать тут у себя таких милых и невинных гостей. Меня зовут Сесилия Сехваев, но ты можешь звать меня просто госпожа». «Госпожа? Суккубы? Это не... Ой, моя голова. Что за...» Последним, что я увидел, перед тем, как мой лоб пошёл на таран с деревянной столешницей, была ослепительная улыбка на её лице. Нет, не та невинная добрая улыбка, которой она не так давно меня встретила. Это было нечто совершенно иное. Словно оскал хищника, наконец подловившего свою добычу на потере бдительности. Приходя в себя, поток смутных воспоминаний о последних событиях заставил мои веки резко распахнуться. Она стояла прямо передо мной, как я понимаю, в своём истинном обличии. На её голове виднелась пара изогнутых рожек, а из-за спины выглядывали два чёрных крылышка. Мой взгляд всё ещё был слегка расфокусирован, но я таки смог рассмотреть её миниатюрную фигуру, облачённую в сексапильный латексный БДСМ костюм госпожи. Только я успел перевести свой взор на ничем не прикрытую грудь, как началось. «12+, зафиксирован эротический контент 16+, магия ценза активирована». «Нееет, только не это, за что?» Сразу после рассеивания магических кругов поверх её небольших, но от того не менее аппетитных выпуклостей появилась чёртова пелена крупной пикселизации, как в каком-то зацензурированном хентай. Словно умалишённый, я начал судорожно махать со стороны в сторону головой и силой жмурить глаза, надеясь скинуть этот проклятый эффект. Облизывающая свои губы Сесилия, видимо, восприняла мою реакцию как-то по-своему. Виляя за пикселизованными бёдрами, она медленно приблизилась ко мне. Только сейчас, попытавшись встать, я понял, что привязан к стулу, будучи полностью обнажённым. Кричи, сколько влезет, милашка, никто тебе тут не поможет. Ох, как же мне свезло, что именно я первая заметила заблудшее к нам в деревеньку сокровище. Твоя аура просто светится чистотой и непорочностью. Какое лакомство! Я днями и ночами буду тебя безостановочно тра... Двенадцать в плюс. Зафиксирована вульгарная лексика. Магия Ценза активирована. Ах, о чём это я? Да, точно. Я буду... Дарить тебе заботу и тепло. Пока ты сам не станешь меня умолять, а... Стой! Какого? Слоника. На моих глазах внезапно проступили слёзы. Встретить самую настоящую разратную суккубу в фэнтезийном мире, которая была готова наградить меня своим нечеловеческим мастерством. А теперь вот это? Нет. Я не собираюсь с этим мириться. А? Что за фокусы, малец? Это какой-то защитный ментальный навык? Думаешь, сила твоего духа превосходит мою магию обольщения? Прошу вас, госпожа, давайте попробуем заново. Я чистое невинное дитя, а вы хотели меня от... Причём не самым нежным образом, ведь правда? Девушка в недоумении склонила голову навок, а затем присела прямо передо мной на колени, поравнявшись своим личиком с моими коленями. А из этого положения она заглянула в мои глаза и игриво облизнула губы. Вот как? Издеваешься, мальчонка? Думала обмануть или как-то запутать меня своими лживыми речами? Ложь, порог не менее страшный, чем при влюбодеянии, знаешь ли. А значит, мы на верном пути к разращению твоей чистой душеньки. Поскольку ты каким-то образом лишил меня радости произносить всякие грязные словечки, то знай, мой ротик умеет кое-что ещё. Да, 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 очень на это надеюсь. Пожалуйста, целиком и полностью вверяю своё тело в твои умелые руки. С этими мыслями я откинул голову назад и закрыл глаза, дабы не навлечь на надвигающееся на меня блаженство проклятие пресловутого 12 плюс Ценза. Однако стоило мне лишь почувствовать приятное прикосновение её влажных мягких губ в кооперации с шаловливым язычком до моего... 12 плюс. Тревога. Зафиксирован порнографический контент 18 плюс. Магия Ценза активирована. Орла-та-тат-ха-а-а-а-а-а. Внезапно Сицилию поразило исходящим из моей промежности электрическим разрядом, отчего-то резко отпрянуло назад и забилось в конвульсиях. Спустя секунд пять неприглядных содроганий всего её тела, девушка потеряла сознание и распласталась по полу, нараспашку раскрыв рот, из которого обильными потоками стала вытекать её вспененная слюна. «Нееееет, ёб... проклятие, ёб... богиня! Чтоб тебе там на твоих небесах пусто было!» Остаток ночи я провёл в том же положении, будучи привязанным к стулу. Какое-то время я старался занять себя тренировкой фантазии, разглядывая крупные пиксели на всех сокровенных местах, лежащие подле меня суккубы. Но квадраты есть квадраты. Как я ни старался, даже как следует представить её голой, у меня так и не вышло. Видать, правду говорят о том, что запретный плод манит к себе пуща любого другого. Не взирая на боль, терпя одну неудачу за другой, настырная суккуба уже несколько дней не оставляла попыток овладеть моим телом и осквернить мою невинную душу. В первое время я старался играть роль своеобразной группы поддержки, то и дело подбадривая её своими речами. «Давай, ну же, не всё же потеряно! У тебя обязательно получится, прошу, не сдавайся!» «Заткнись, ты мелкий хоботок!» «И без тебя, сопливок, знаю, что мне делать!» Затем, спустя множество тщетных попыток сесили оседлать меня, я в конец убедился, что одно ей сквозь это цензорное благословение никак не пробиться. Как следует, растормошив свои извилины, я начал одну за другой генерировать идеи ей в помощь. «Слушай, давай попробуем сделать это в кромешной темноте, а? Погаси все источники света, а ещё у тебя есть воск?» «Меня бы полностью отрезать от происходящего, чтоб не видел, не слышал, а ещё лучше, чтоб вообще не соображал, что происходит вокруг! Полная дезориентация, понимаешь? Может, есть чё горячительного за кромах?» Девушка с недоверием искоса посмотрела на меня, а затем молча достала из тумбы здоровенные наполовину полные бутыль с красноватой жидкостью. «Малыш, меня уже начали одолевать сомнения насчёт моего аура-сканера. Может, ты и вправду не играешь со мной? Идеи-то, как ни посмотри, довольно неплохие». Она поставила бутыль на стол, затем достала из соседней тумбочки свечу, отломила от неё два кусочка воска и начала разминать их в руках. Доведя восковые шарики до нужной кондиции, девушка аккуратно вставила их мне в уши и плотно придавила пальцами. «Отлично! Полдела сделано, я оглох!» В знак подтверждения хорошей усадки импровизированных беруш я одобрительно кивнул и улыбнулся ей. После этого суккуба наглухо зашторила все окна и для верности повязала мне на глаза плотную повязку. «Я готов, госпожа! Пожалуйста, накажите меня!» «Я был охуеть каким плохим мальчиком!» Внезапно я почувствовал на своих губах прикосновение её пальцев. Сесилия раскрыла мой рот рукой и бесцеремонно засадила бутылочное горлышко сосуда чуть ли не к самому нёбу. Судя по хлынувшему моё горло бурному потоку горьковатой жидкости, она опрокинула бутыль вверх дном. «И это самый настоящий добротный вискарь!» «Двенадцать плюс! Зафиксировано употребление алкоголя! Магия ценза активирована!» «Бэх, буль, ты ёбан, нафгат!» «Ха, поздно, малявка! Теперь-то уж я точно тебя как следует!» «Выхожу!» «Выхалю!» «И...» «Вылилию!» «Какая прелесть! Судя по вкусовым ощущениям, прямо сейчас меня насильно заливают добрых полтора литра жирного коровьего молока!» «Я в этом мире всего несколько дней, а уровень абсурда уже побил все рамки моего воображения!» «Кхе-кхе-кхе! Твою ж налево!» «Б***ть, Хьюстон! Отмена запуска!» «Кое-кто вместо топлива залил полный бак ёбан молока!» «Мне срочно нужно по нужде!» «Чего это он опять несёт какую-то околесицу?» «Ах, ну ладно, приступим к сладкому!» «Несмотря на мой отчёт о провале миссии, не шибко умная суккуба уселась сверху мне на колени и с целью вставить себя крепко обхватила мой...» «12 плюс, тревога!» «Зафиксирован порнографический контент 18 плюс!» «Магия ценза активирована!» «Орла лотка!» «Это фиаско!» «Оглушён, ослеплён и связан!» «А по моим личным ощущениям, минут через 10 финальным аккордом для всего этого станет неимоверно огромная лужа прямо подо мной!» «К неудаче для этой дурой обольстительности, которая, будучи без сознания, развалилась у моих ног!» «На этот раз ей точно не светит выйти сухой из воды!» «Спустя пару часов, судя по шевелениям у моих ног, моя крылатая пленительница вновь пришла в себя!» «Какого? Что ещё за...» «Рататуй!» «Ты что, взял и...» «Аросил!» «Меня, пока я была в отключке?» «Всё! Моё терпение лопнуло! Если я не могу просто взять и...» «Повеселить!» «Тебя то...» «С какой радости!» «Ты вообще мне сдался! Всё!» «Распутница!» «Где мой ритуальный нож?» «Госпожа, вы проснулись?» «Я был бы благодарен, если бы вы мне вернули слух, зрение и свободу движения!» «Уверен, мы могли бы придумать кое-что...» «Ах, ка-а-а-а...» «Боль!» «Врезапная режущая боль в области груди!» «Что происходит?» «Я... теряю созна...» «12 плюс!» «Зафиксер... но жестокое обр...чение с детьми!» «Магеттонззззз...» «Темнота!» «Похоже, как я и предполагал, изначально всё закончилось так, и не успев начаться!» «Хотя кому пришлась бы по душе такая жизнь?» «Мне уж точно...» «Итак...» По идее, я не успел в этот раз особо нагрешить, а суккуба так и вовсе приняла меня за невинную душу. Поэтому... И вот я стою, в чем мать родила, на... Божечки, кошечки. Это совсем не похоже на то, что я видел в прошлый раз. Я будто очутился посреди жерла вулкана, а прямо передо мной возвышаются огромные костяные врата. Здоровенный минотавр с факелами на рогах вышагивает ко мне с пергаментом в руке. Отчего-то у него задергался левый глаз. Это еще что за нахер? Отдел логистики там совсем охренели? Невинную душу в недра? Слышь, малец, ничего личного, но тебе охренеть как не повезло. Я не могу не впустить тебя в царство тьмы, не перенаправить в небесный град. Однако... На его страшной бычьей морде появилась отвратительная улыбка, от которой в моем горле невольно встал ком. Я пошлю тебя в иной мир. А чтоб тебе, святоше Херову, было там не так скучно, Я насылаю на тебя проклятие 18+. Чтобы ты волей-неволей каждым шагом по своей новой жизни Сеял похоть и разрад до конца своих дней. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! С возвращением в адекватную реальность. Если вам понравилось это необычное произведение, то обязательно напишите об этом в комментариях и поставьте лайк. Или дизлайк. Если не понравилось. Ну а чтобы отправиться дальше, просто выберите одну из иконок на экране. И как всегда, до встречи в следующих мирах.